Площадкой проведения больших стартов стал легкоатлетический манеж, в холле которого до открытия фестиваля работали тематические интерактивные зоны. Здесь можно было увидеть шахматы знаменитого литературного персонажа Гарри Поттера, сделать снимок на память, в фотокабине познакомиться с выставкой рисунков и даже сразиться в шахматном поединке с роботом, чей искусственный интеллект создает обстановку реального матча. Стилизованное яркое действо с первых минут погрузило участников и гостей в черно-белый, но такой яркий мир шахмат. Игры, на этот раз объединившие порядка 1100 людей разных возрастов, национальностей, профессий. На фестиваль мы приехали первый раз, узнали во время чемпионата мира в июне, который проходил в Минске, в Дворце спорта. Была очень красивая реклама, заставочка и лично нас пригласили привезти команду клуба «Четырех коней» из Стокгольма. Я уже был здесь где-то то ли 5, то ли 7 лет назад, играл где-то в парке. Отсюда же переехал в Кобрин, там тоже играл. Знают меня в Ворше, в Гомеле, в Калинковичах. Я люблю Белоруссию, Белоруссия приезжает ко мне, у меня тоже в октябре месяце проходит международный фестиваль шахматный. Шахматный турнир «Черная пешка» начал свою жизнь в Бресте 19 лет назад. Со временем серия брестских турниров вышла на новый международный уровень. Сегодня первый ход сделал председатель Брестского грузполкома Александр Рогачук, тем самым открыв шахматный турнир образца 2018-го. Я не предполагал, что будет такая динамика. Практически мы утроились за этот год. Очень популярный, хороший проект. И уже сейчас мы проговорили проект следующего года, года тысячелетия. Пока концептуальные вещи следующие. Оставляем этот манеж как базовый для проведения данного фестиваля. Оставляем этот период, каникулярный период, как период проведения всех международных фестивалей в последующем. И дальше оставляем его как проект государственно-коммерческий. То есть включаем в график соревнований, оказываем где-то и бюджетную поддержку, организационную поддержку. И учитывая огромное количество спонсоров, которые желают вложить сюда, в эту интеллектуальную игру, мы видим большие перспективы. Этот фестиваль должен стать одним из брендов нашего города. Некоторые из участников только начинают учиться писать, но при этом умеют просчитывать сложные комбинации и способны загнать в тупик даже взрослого соперника. На сцену поднялись сильнейшие юные шахматисты, победители Кубка Черной Пешки прошлых состязаний. Почетные трофеи, медали, дипломы, подарки вручил умникам и умницам Александр Рогачук. Мы обратили внимание, что очень много IT-компаний сами предлагают свои инвестиции сюда, в организацию этого мероприятия, потому что это будущие айтишники, это будущие программисты, это будущее нашей страны. Поэтому однозначный фестивалю быть. Программа фестиваля включает множество турниров. Классические шахматы, рапид, блец, поддавки, турнир по шашкам, сеанс одновременной игры и игры вслепую, турнир по решению шахматных задач, а также самое резонансное застязание – Международный кубок Анатолия Карпова. Гроссмейстер говорил, шахматы – это спорт, наука и искусство. Самый старший участник фестиваля – 86-летний брещанин Вячеслав Китаевский с утверждением согласен. Шахматы – это больше, чем игра. Шахматы занимают в моей жизни высокое место, потому что мне интересны комбинации не только мои, но и противника, почему он меня перехитрил, и до города я стараюсь найти против него противоядие. Интересная игра очень, мудрая игра. Я не стремлюсь там какое-то место занять, а стремлюсь поиграть, отдохнуть.